Минувшая неделя в автоспортивном сообществе России началась с празднования нашего триумфа на 87-м по счёту в марафоне 24 часа Лимана. Впервые в истории российская команда поднялась на подиум, заняв третье место в абсолютном зачёте и в самом мощном и престижном классе LMP-1. Знаменитая суточная гонка стала финальным этапом суперсезона Чемпионата мира по гонкам на выносливость. Я поздравляю всех нас, всю команду SMP Racing, всех техников, всех инженеров, всех тех, кто врачей, психологов, всех тех ребят, которые участвовали именно в становлении наших пилотов, которые давали им возможность сегодня проявить себя. Победный дубль в гонке и чемпионате ожидаемо достался двум гибридным Тойотам. Это единственная заводская команда в пилотоне. И хотя гибридные прототипы тоже причислены к классу LMP-1, фактически регламент для них отличается в существенных деталях. И сражаются они сами с собой, а все остальные претендуют максимум на третье место. Так и случилось. Большую часть дистанции лидировала Тойота под номером 7, которую пилотировали Хосе Мария Лопес, Майк Конвей и Камуи Кабояси. Но прокол колеса под конец гонки потребовал сразу двух пидстопов из-за странной ошибки механиков, которые вместо пробитого заменили целое колесо. Так невероятная удача улыбнулась экипажу Тойоты под номером 8, и Фернандо Алонсо, Себастьян Буэми и Кадзукина Кадзима второй год подряд взяли золото. Но позади пары Тойот стартовали еще 59 негибридных автомобилей. Конкурс. 177 пилотов на одну ступеньку подиума. Третью. Единственную, на которую могли рассчитывать частные команды. Именно за этой борьбой следили зрители автодрома Сарта. И настоящим триумфатором Лемана без преувеличения стал коллектив СМП Рейсинг, который выставил два российских прототипа БР-1. Бороться с гибридами очень сложно. Машины быстрые. Они вообще на пидстопах, они там по минуту, у нас минуты 15. То есть все сделано для того, чтобы они не только были быстрее, но чтобы они все выигрывали. Поэтому я считаю, что мы среди негибридных машин мы первые. Экипаж под номером 11 в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Стофеля Ван Дорна по итогам квалификации стартовал с пятой позиции. Однако почти сразу вышел на четвертое место, закрепившись на нем на следующие 16 часов. Утром в воскресенье прототип БР-1 замкнул тройку лидеров, уступая лишь гибридным Тойотам. До финиша коллектив СМП Рейсинг доехал без приключений и завершил суточную гонку с отрывом в три круга от ближайшего преследователя – швейцарской команды «Ребиллион». Я очень рад своему первому лимановскому трофею и невероятно благодарен команде СМП и Борису Ротенбергу за возможность гоняться в СПА и Лимане. Потрясающий опыт. Это чувствуется почти как победа, потому что за вычетом Тойоты мы частная команда номер один. За 24 часа гонки экипаж под номером 11 проехал Лимановское кольцо 379 раз со средней скоростью 215 км в час. И это с учетом 39 пидстопов. Гонка очень тяжелая, потому что у нас машина, наша машина БР-1, она выступает в самом главном и самом быстром классе ЛМП-1, поэтому там скорость чудовищная. И, конечно же, это очень тяжелая гонка, действительно, на выносливость и в моральном, и в физическом плане. Так что, конечно же, все устали, все не спали, но, мне кажется, это того стоило. Спорт-прототип БР-1 разрабатывается с конца 2016 года российской компанией MBR Engineering под руководством Бориса Ротенберга и специалистами итальянской фирмы Доллара. В Лимане прототипы дебютировали в прошлом году, но с первой попытки россиянам марафон не покорился. Обе машины не добрались до финиша. Мы не теряли ни секунды времени для того, чтобы добиться этого результата, и мы, наконец, это сделали. Сейчас вот, я уже так говорю спокойно, что уже просто нет сил что-то еще добавлять. Просто хочется сказать всем огромное спасибо за поддержку. Мы старались, и мы сделали это. Другой экипаж СМП Racing на машине под номером 17 в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и Стефана Саразана стартовал третьим, но из-за инцидента и вылета с трассы завершил гонку досрочно. Подняться на подиум в Лимане уже на второй год участия удается не всем. Главные конкуренты россиян, швейцарская команда Ребельон, строят прототипы LMP-1 с 2009 года, и лишь в прошлом году впервые доехали до медалей. Тойота шла к первой победе ни много ни мало 33 года, середина 80-х. Итак, нынешний сезон в гонках на выносливость подошел к концу, и по итогам восьми этапов чемпионата мира команда СМП Racing стала его бронзовым призером, как в классе LMP-1, так и в абсолютном зачете. Четырехдверный кузов для возрожденной восьмой серии поклонники марки ждали с нетерпением. Особенно те, кто следит за новостями и помнит, что еще в прошлом году BMW ясно обозначила планы концепт-каром М8 Гран-Купе. Серийная модель с заводским индексом G16 оказалась существенно крупнее двухдверных восьмерок. Колесная база выросла на 20 сантиметров, и Гран-Купе уже можно всерьез рассматривать как более спортивную альтернативу седьмой серии. Хотя задний диван разделен на два посадочных места, а багажник на 440 литров не впечатляет объемом. Стеклянная крыша включена в базовое оснащение, а за доплату ставится углепластиковая. Также есть атмосферная подсветка, беспроводной зарядник для смартфонов и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками. Технически Гран-Купе повторяет исходное купе восьмой серии. Начальная версия 840 с трехлитровой шестеркой оснащается задним или полным приводом. Аналогичный дизель 840D и бензиновая M850 только полноприводные. Коробка передач только одна – восьмиступенчатый автомат. В спринте до 100 км в час старшая модификация проигрывает аналогичному купе восьмой серии 0,2 секунды. Все машины получили адаптивную M-подвеску. У бензиновых также есть спортивный дифференциал. Активные стабилизаторы и рулевое управление Integral Active Steering с подруливающей задней осью предложены как опция. Позже подоспеет самый быстрый и мощный в гамме M8 Гран-Купе. В России продажи Гран-Купе начнутся 15 октября. Стартовая цена – без малого 6,5 миллионов рублей. В след за новым хэтчбеком 208 компания Peugeot рассекретила и следующее поколение соплатформенного кроссовера 2008. Обе модели построены на платформе CMP. Сразу предлагают выбор бензиновых, дизельных и электрических версий. И даже внешне похоже. По сравнению с предшественником, новый Peugeot 2008 заметно расширился и удлинился, хотя и стал чуть ниже. Багажник прибавил 45 литров объема, но из общей цифры мысленно вычтем 29 литров, спрятанных в подполье. Салон iCockpit подразумевает цифровую панель с 3D-проекцией приборов в стиле голограммы, центральный экран диагональю 5, 7 или 10 дюймов, отделку кожей, кожзаменителем или алькантарой и вставки под углеволокно. Бензиновая турбо-тройка 1.2 PureTech доступна в трех вариантах мощности. Еще две версии есть у полуторалитрового турбодизеля BlueHDI. Коробки передач, шестиступенчатая механика или восьмидиапазонный автомат с нефиксируемым селектором. Привод только передний и полного не будет. Чистая электрическая версия тоже повторяет начинку 208-го. На батарею емкостью полсотни киловатт-часов дают гарантию сроком 8 лет или 160 тысяч километров пробега. Запас хода на одной зарядке превышает 300 километров, а пополнить заряд можно за полчаса от терминала мощностью до 100 киловатт. Выпускать 2008-й будут в китайском Ухане и в испанском Вига. В Европе продажи стартуют в конце года, а в Россию модель приедет в следующем году. О модификациях говорить рано, но электрическую версию продавать у нас явно не станут. В России могут ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской республики. Так, за повторное совершение административного правонарушения предлагается штрафовать автомобилистов на 5000 рублей или лишать водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 500 до 800 рублей.